Да, мы вундеркинды, но не в том смысле, как это принято понимать. Вундер значит чудо, а киндер дети. И мы поистине чудо дети, так как чудо, что мы, дети этого столетия, остались живы. В чем вы еще раз убедитесь, просмотрев наш фильм? КОНЕЦ КОНЕЦ Сначала нашего сегодняшнего представления ведет нас в прелестный немецкий городок, Нойштадт-Наницы. Вот его древняя часть. А вот и река Ница, приток не менее известной реки, впрочем, названия не имеет значения. Башни Кирхи, башни Ратуши, водонапорная башня, архитектурные ансамбли, свидетельствующие об утонченных вкусах авторов. На каждом шагу новые достопримечательности. Под этими крышами притаилось бюргерское самодовольство. Здесь царит покой, здесь царит мир. Черт подери, Гуга, что за неуместная музыка. Я веду лирический рассказ, а ты лезешь со своими маршами. Я думал, в честь славной годовщины. Какая годовщина, она еще не наступила. А сейчас, сейчас давай марш. Уважаемая публика, сегодня для Нойштата великий день. Сто лет назад состояла знаменитая битва под Лейпцигом. В честь этого события сегодня маршируют и бьют плитавры. Ведь вся прелесть мирного времени в том и заключается, что можно вспоминать о былых воинах. Если воздушный шар оправдает свое назначение и сможет подняться в воздух, то капитан Рока Цоль вылетит на нем в Лейпциг. Это тот бравый господин в белой фуражке. Во время освещения памятника павшим воинам, он должен сбросить этот лавровый венок на его величество. Капитан обеспокоен погодой. Справится ли он с непокорными ветрями? Если так будет продолжаться, кайзеру венка не видать. Хм, не цыганский ли это фургон? Дурная примета, только этого не хватало. Эй, вы там! Я уже должен вылетать, говорит он. Но эта банда все еще здесь, говорит он. Полиция не остается в стороне. Наша гордость подрастающее поколение. Но что это? Не успела власть отвернуться, как они уже нарушают порядок. Это особняк фрау Майзегайер. Фрау Майзегайер не только артистка, нет. Она еще мать пятерых детей. К счастью, здесь нет отцов. Иначе это была бы семья из одиннадцати человек. Как она разговаривает с властью? Да еще показывает язык? Он сейчас займет надлежащее место в протоколе. Капитан Рокотсоль обнаружил одного из шалунов. Его зовут Ганс Беккель. Вы только посмотрите на него, а, мерзавец! Ослушание недостойно немца! Вон отсюда! Эту фразу ты перепишешь шестьдесят раз! А в это время второму шалуну удалось спрятаться в корзине. Но вот праздник обретает должную торжественность. Бургомистр говорит об истинном патриотизме, об истинном немецком гении, истинном немецкой отваге и так далее, и так далее, и так далее. Он упоминает имя того, кто финансировал это детище немецкого гения, банкира Штейна и сына. Капитану пора пускаться в славный путь. Внимание! Внимание! Приготовиться! Пошел! С первым воздухоплавателем его славному вылету троекратный гемгип! Ура! Гемгип! Ура! Гемгип! Ура! Его величество нашему кайзеру! Гемгип! Ура! Гемгип! Ура! Гемгип! Ура! За отечественную землю! Глотайте ее! Это отечественная земля! Вам скоро в своем отечестве не такое придется проглотить! Смелый воздухоплаватель глядит вперед и не видит, что у него за спиной. Гадкий мальчишка! Что ты натворил? Рваться вверх! Вот только попади обратно на землю! Но штормовые ветры одолевают детище немецкого гения. Надо спасать воздухоплавание и воздухоплавателя. Капитан считает, что лучше выпустить газ, чем испустить дух. И вот шар благополучно опустился, не выдержав битвы со стихией. О знаменитой битве под Лейпцигом не может быть и речи. О гадкой мальчишка? Ну и шум будет завтра в классе. Нет, полная тишина. Учитель Шиндлер вовсе не сердится, а наоборот предоставил Бруно Тихо сучесть выступить перед всем классом. Еще под впечатлением головокружительного полета Бруно рассказывает о своей встрече с Кайзером. Здрасте, господин Кайзер. Привет, привет, Бруно. Садись, пожалуйста. А зачем его величество полез в карман? Конечно, за леденцами, которых у таких высоких особ всегда полно. Тут его величество попросил извинения и откланялся. Он спешил туда, куда даже Кайзер пешком ходит. Такова жизнь, уважаемая публика. Ганс Беккель понес наказание за попытку совершить тот проступок, за который Бруно Тихис получает почетный подарок. Как тут не щелкнуть каблуками? Не на этом ли держалась и пала Кайзеровская империя? Конец первого акта. Почему такой треск? Кайзеровская Германия треснула. Но это не значит, что нужно разбивать рояль. Пьяно, пьяно. Так? Так, лоджи. Адей, ты schöne Zeit, voll Glück. Der Weltkrieг ging verloren. Der Schrecken sitzt noch im Genick. Der Kaiser sitzt in Dorn. Д警告. Thor Захар. С паус. Кажетnal. Синий тоweg. И ещёpra. У 군. Ищетgesetzt,新��요. Їз waxи. Сьогодней то Вега иступ piу. Слышей чисел. Пойди ищет глагить. Вега не голове. Хотя жива на пьяни. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вон, сюда нищим хода нет Публика пришла сюда, чтобы видеть только приятное Добрый вечер, господин директор Додди Майзегайер Младшая дочь хозяйки Когда голова плохо работает, приходится компенсировать это ногами Карл Майзегайер Для друзей шаль Шевелись, дурень Разве можно стоять, когда дамы сидят? А это старшая дочь хозяйки Эвелина Она наполняет бокалы и никогда не ошибается маркой вин и посетителей Своего последнего сына, фрау Майзегайер Заблаговременно втиснула форму Он продает папиросы и некоторые произведения искусства Итак, вся семья Майзегайер Удел, как надлежит истинно германской семье Да это же Бруно Тихис Наш маленький воздухоплаватель из первой части Как он вырос И уже преуспевающий стажер Банки Штейн и сын Фрау Майзегайер Моя дорогая Бруно, это он Тихис Я привел с собой нового гостя, это Штейн, мой школьный товарищ Сын моего шефа и мой будущий шеф Подай лапку Очень рада Ты закажи в баре два коктейля покрепче, а у меня небольшой деловой разговор Его пригреть не мешает Чтобы он пригрел меня в своем банке А тебе что-нибудь удалось? Ну, конечно Я вчера обменял акции Вальсберг на Иго Фарбен Десять процентов чистых А завтра мне подвезут два вагона мыла Вас такая операция не соблазняет? Мыла? Зачем мне столько мыла? Не для стирки белья, для мыльных пузырей А, чудесно! Поручай это моему Шалли Две рюмки коньяку О, пожалуйста Здравствуй Я еще увезу вас Здравствуй, Мины Здрасте Ты его знаешь Это наш соученик Шалли Майзегай Да, знаю Здравствуй Ты все такой же, поймальчик Ты считаешь, что плохо учиться большая добродетель? Не бери слишком много на свою еврейскую голову Национальная принадлежность головы Второй вопрос Главное, чтобы в ней не было вакуума У меня-то вакуума больше, чем у тебя И на футболе он погорел Его когда-то переквалифицировали Дисквалифицировали Ты меня не успешно учишь разговаривать? Безуспешно Еще одно слово, Илья Брось, брось О, Шалли Ты права Ведь его отец банкир До свидания Зигфрид, постой Ну что ты обиделся? Зигфрид! Жаль вина Но не везде молодежь придается только удовольствию И богиня мудрости имеет своих поклонников Как, например, здесь, в Мюнхенском университете Вот и Ганс Беккель вступил на путь науки Не говоря о лекциях Этих чтений он никогда не пропускает Вы читаете? Нет Вот если вы меня поднимете Охотно Требуются продавцы газет Экономика Германии налаживается Угроза экономического краха Экономика Германии налаживается Коричневый боевой вестник Германский национал-социалистической рабочей партии Коричневый боевой вестник Германский национал-социалистической рабочей партии Коричневый... Слушайте, пожалуйста, вам обязательно выкрикивать все название? Это, дружок, не твое дело Но ты, пожалуй, прав Я завтра же себе поищу партию покороче Коричневый боевой вестник... Экономика Германии налаживается Я хочу вам кое-что сказать Угрозы экономического краха Я знаю, что вы мне собираетесь сказать Что же? У меня есть горячий чай, дорогая, а вы замерзли Чай можно приготовить Угрозы экономического краха Подарите хозяйке дома тряпку Фрау Хефлинген борется за равноправие Поскольку мужчина не вытирает пыль, и она этого не делает Эротика в новой России Да, это хозяйка читает Она за коммунизм? Нет, больше за эротику А почему эта книга здесь? Тонкий намек хозяйки Вам тарелка, мне блюдце, а эротику подальше Да-да Господин Деккель, о, так у вас дама в гостях? Как видите, разрешите представить фройлен фон Ливен Ах, фон, мне вас очень жаль Отчего? Ну, как же, аристократические фамилии уже больше не в моде Но меня эта фамилия устраивает Да, господин Беккель Да, фрау Хефлинген Вы, конечно, извините Я терпеть не могу вмешиваться в чужие дела Это для меня закон, не так ли? И я вовсе не считаю себя недотрогой Но после десяти Вы становитесь недотрогой Я больше не разрешаю никаких дамских визитов Так Да Разумеется, это касается дам неживущих здесь И, пожалуйста, никаких разговоров Если вы помолчите, разговоров не будете А чуть не забыла, вас спрашивал кто-то час назад Он назвал себя? Да, вашим школьным товарищем С такой фигурой Статной, стройной И на шляпе перо У меня нет товарищей с перьями Да, если ваш товарищ дойдет опять Тогда скажите ему, что у меня гости И никаких разговоров Пожалуйста Наш ужин лопнул Как лопнул? Сосиски, видите? А вашу булку все зубы переломаешь А вчера она была почти свежая Да Ваш школьный товарищ Ну, фрау Хефлингем, я же вас спросил Пожалуйста, проходите Ты Бруно? Да, здравствуй Здравствуй Разрешите? Бруно Тихиц Здравствуйте Фрайлин фон Ливен О, очень рад Да Я узнал, что ты учишься в Мюнхене И подумал, надо его навестить Можно присесть? Я пока вешу в воздухе А, кажется, вы собираетесь ужинать Ешьте, я не помешаю Мне достаточно булочки Я считал, что ты работаешь в банке Штейна Брось, Беккель Я не слуга еврейского капитала Нет, не может быть и речи Я послал этот банк к черту Большое спасибо Я почти два дня не обедал Да А зачем ты в Мюнхене? Ну, как же, в Мюнхене Что-то готовится Людендорф, Гитлер Мы не сидим без дела Скажи мне Ты не социалист, случайно? Я никто Хм, напрасно Совершенно напрасно Сейчас надо повести за собой нацию Иначе Германия погибнет Да Не буду вам мешать Это было удовольствием, Бронесса До свидания Я сейчас вернусь Не дурна бабенка Поздравляю До свидания, Брон Эээ, у меня еще просьба Ты не можешь мне дать немного денег? Но видишь ли, у меня у самого туго Ну, мне много не надо Например, 30 миллионов 20 я еще мог бы О, чудесно, давай их сюда Дня через два забегу Где ты живешь? Ах, да На Здесь мой адрес Если могу быть полезен К твоим услугам О Тебя ждут? До свидания Никто больше не придет Из вашего класса Только один Он здесь Какое счастье Из всех ваших соучеников Которых я знаю Кажется, вы лучший Редкий поцелуй Обладает такой силой воздействия Нежный, преисполненный страстью взгляд психеи Еще раз говорит о зрелости автора После ознакомления с романтиками Мы сейчас обратимся К мюнхенской исторической живописи 19 века Вам нехорошо? Что? Нет Вам надо сесть Нет, нет, не стоит Я вас очень прошу, идемте Идемте Одну минуту, господа Вы здесь видите испанского посла у английской королевы Обратите внимание на великолепие туалета в той эпохе И Извините, пожалуйста Вера Это ваш знакомый? Почему это вас интересует? Эта дама будет сегодня ночевать у меня Она дала согласие Вам не кажется, что вы нахал? Мне не кажется А вашей знакомой, кажется, нужно вырезать аппендикс Это правда? Пожалуйста, не беспокойтесь Можете ее завтра навестить В клинике доктора Зинберга Побудись, Германия! Хай! 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 Побудись, Германия! Дайте мне два апельсина Нет, я иду домой Так будет спокойно Что с вами такое? Со мной ничего А вот какой-то Гютнер или Гитнер Или черт его знает Создал сегодня новое правительство В дневной Каково? Пиво и политика Толку не будет, а шума много Армия поднята по тревоге Нате вам два апельсина и денег не надо Все пошло к черту Благодарю Ну? Как ты себя чувствуешь? Скажи честно, я не изменилась к худшему Даю слово только к лучшему А вот эти цветы у тебя от кого? От доктора Зинберга Но на твоих я вижу куда более красивая бумага Ой, извини Хорошо Надо еще одну вазу Вера Я опять хочу тебя кое о чем спросить Пожалуйста, не перебивай меня Мне разрешено здесь быть только две минуты Я слушаю Скажи, можешь ли ты вообразить себя женой Некоего белка? У некой Веры Фондливан огромный аппетит Ее прокормить не так легко Но мой диплом теперь не за горами Ты можешь уже заказать свадебный наряд А он не выйдет из моды, Ганс Я слышала, что вы звонили Не беспокойтесь, все обошлось Самое страшное позади Я хотела попросить вазу для цветов Цветочную вазу? Неужели вы ничего не слышали? У Фельдферихали сейчас было бог знает что На улицах страшная паника? Да, этот день запомнится надолго Я запомню 9 ноября 23-го года Операция аппендицита Ну, мне надо идти Куда же? Купить шляпу В честь докторского диплома Тут лежит опасно больная, не забудь Ты уже здорова Ну, конечно Поправляйся Пожалуйста Эй, Ганс Здесь не только я, но и мороженое Сейчас Я с Шопенгауэром не в ладах Оставь ты бедного старика в покое, наконец Я не для этого тебя вытащила на прогулку Извините, пожалуйста Вы не поглядите несколько минут за моим малышом Охотно Это очень любезно, спасибо Я ненадолго Как мне управиться с двумя детьми? Что, если почитать ему Шопенгауэр? Нет, тогда и я заплачу Я не буду Уважен 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 Такой, отец, просто находка Я подарю тебе дюжину детей Если можешь, не одновременно Кто это у вас? Мальчик или девочка? Я еще не узнал Что вы, это первая обязанность молодого супруга Ну что первое, я бы не сказал Мальчик, отлично, Германии нужны мужчины Так точно, Германии нужны мужчины Они и всегда были нужны Взять хотя бы господина Роза, либо Когда-то стройного трубача королевской баварской армии Тогда носили много металла Сейчас он висит на стене и входит в квартирную плату В это роскошное помещение недавно переселился наш Ганс Беккель Здесь он чувствует себя безопаснее, чем у прежней хозяйки Которую больше интересовали квартиранты, чем квартирная плата Да, войдите Здравствуйте, господин доктор Поздравляю от души Примите этот торт в честь того, что вы, господин доктор, сегодня стали доктором Спасибо, фрау Розалит Пожалуйста, чудесный ореховый торт Нет, он фисташка Но это почти то же самое Нет, совсем не то же самое Вы знаете, в девятьсот семнадцатом году я лежал в Гетборгском лазарете Так там я тоже поспорил с соседом покойки Господина доктора это не интересует Почему не рассказать? Нет, идем Господин доктор сейчас ждет гостей Наша фройн фон Ливен, конечно, гордится вами Она пока еще не знает Нет? Какой сейчас будет сюрприз Вот, это, наверное, она Да, скорее открой дверь Стойте Это не Вера, а не знакомый господин Извините, пожалуйста, моя фамилия фон Ливен Вы, значит... Да, я верен отец Пожалуйста У Веры и у меня небольшой праздник Я сегодня получил докторский диплом Поздравляю вас И я занимаюсь гуманитарными науками Моя область, история Вера мне рассказала Вы пишете книгу Да, но выйдет ли она, сказать трудно Меня очень беспокоит будущее немецкой науки Вы прочли книгу Гитлера Моя борьба? Кого это интересует? А вы поинтересуйтесь Это откроет вам глаза На многое Я думаю, что все не так мрачно Если бы это было так Пожалуйста, присядьте Вера придет с минуты на минуту Нет, мой милый Бекк Вера не придет Что-то случилось? Она сегодня утром уехала в Швейцарию В Швейцарию? И мне ничего не сказала По требованию врача У нее процесс в правом легком Она об этом ни разу не упоминала Она сама узнала Два дня назад И не хотела вас огорчать перед экзаменами Она просила передать вам привет и извинения За то, что она не простилась Ей было бы слишком тяжело Хайл Гитлер Хайл Гитлер Хайл Гитлер Шорт побери, Беркель Хайл Гитлер, приятель Эй, штурмфюрер, иди сюда Вы, кажется, знакомы, ты помнишь, Майзегайр? Хайл Гитлер, Беркель Мы неуклонно идем вверх Через год мы будем у власти Можешь не сомневаться Ну, а ты как? Куда-нибудь пролез? Я стал доктором философии О, неплохо Когда же? Сегодня Что ж ты сидишь, как приговоренный к смерти? Ты должен нас угостить Идем, идем Друзья, это философ Решил стать доктором философии Садись Он всех угощает Официант Официант, по бокалу для каждого Слушаю, сейчас принесу А мне не надо Ты что, трезвенит? Ну, а Как дела в университете? В смысле Какие у ребят взгляды? Взгляды? Один считает так Другой иначе Когда мы придем к власти Мы сумеем заставить всех думать одинаково А, официант Раду, прошу вас Господа, прошу За будущее Германии Тиги-таги, тиги-таги Хай, хай, хай Мою борьбу вы читали? Нет Поинтересуйтесь Это вам откроет глаза На очень многое Бросайте папиросы Это он Двое встречать Уходи Разве не слышишь? Он приехал Оплатить как же? Уходи Сейчас некогда Фюрер приехал Смирно Ты что, совсем с ума спятил? Сейчас же убирайся Хай, мой фюрер Хай, хай, хай Внимание, внимание Передаем состав Нового Рейхстага Социал-демократы 143 места Национал-социалисты 106 мест Коммунисты 76 мест Немецкая национальная партия 43 места Немецкая народная партия 26 мест Баварская партия 18 мест Продолжаем наш концерт Если так пойдет Он пролезет к власти Спорю, через месяц Максим Отдел науки Да, из отдела политики Все здесь Господа Идемте нас заменить Первую полосу Что вы про него скажете? Бедная Германия Вот как? Они очень сильны, по-моему Да, сильны пока Хм Ну, я, пожалуй, пойду Вы не собираетесь с Бекли? Нет, я позднее Может, вы опустите письмо? А какие новости из Швейцарии? Все то же самое Легкое обострение Некоторые улучшения Снова обострение И так все пять лет От того, что вы сидите здесь ночью Напролет, Вере лучше не будет На карнавал сходите Развеселитесь немного До свидания Что ты сидишь? Потанцуй со мной? Хочу, оставь меня в покое Тише Этому оригиналу шум мешает Идемте, скажем оркестру Чтобы он играл что-нибудь А мне это бедно? Безразлично Спасите меня, пожалуйста Этот бородатый турок Преследует меня Слушай, нельзя без позволения Садиться на колени Особенно, если они принадлежат незнакомцу А почему? Если они пустуют Когда ты научишься Выговаривать все буквы? В наш Дании Все так говорят Я тебе нравлюсь? Очень Ты не танцуешь? Только, когда мне хочется А если я хочу Выпьешь что-нибудь? Я люблю только яблочный шок Официант! Что это такое? Студенческое обозрение Посмотрим Идем У студентов были различные взгляды Но все они сходились на одном Гитлеру место не в политике А в кино Где он мог бы успешно Конкурировать с Чарли Чаплином И что Гитлер Личность не столько историческая Сколько истерическая ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кончайте Заткнитесь там Заткнитесь Дай вы замолчать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наконец я побывала На студенческом карнавале А зачем ты приехала в Мюнхен? Я ушу здесь Не знаю для чего Ай! Шшшш! А вот в Дании Каждый может громко разговаривать Даже ночью в чужих квартирах? Еще так Вот так Теперь можешь идти домой Ой, не могу У меня кружится голова Из-за этой царапины? Нет, это потери крови Ну иди, пора А вот в Дании К гостям относятся учтили Любопытно было бы знать Что бы произошло Если бы я ночью зашел к тебе в комнату И мне любопытно Ну иди А мне этот карнавал С-с-с-с Совсем не понравился Иди Большое спасибо За что? За все это Ну иди, ты всех разбудишь От карнавала осталась одна чертова шапочка Но скажите откровенно, господин доктор Вы уже забыли вашу новую знакомую датчанку Кирстен? Или иногда еще вспоминаете о ней? Извините, может быть это не скромный вопрос Запрещение СА и СС Нет, нет, ванную пройти нельзя Фройлен учительницы Циске все еще там Очень похвально, что педагоги так любят чистоту Но и другим надо мыться Да Ванна свободна, господин доктор Спасибо Итак, день за днем Учительница принимает ванну, а он изучает газету Гинденбург переизбран Ванна свободна 30 миллионов безработных в мире Ванна свободна Правительство Брюнинга уходит в отставку Ванну свободна Запрет ССА и СС снят Фрау Розы Лип Да, господин доктор Что сегодня случилось с Фройлен Циске? А разве вы не знаете, что Фройлен Циске вчера выехала? У нас новая жилица Мы ее приучим к порядку Да Прошу вас освободить ванную Я не могу опаздывать в редакцию Вы? Да Я Как вы сюда попали? Я живу здесь Что это, нехорошо? Это не мое дело, но На вашем месте я не бегал бы за молодыми людьми Я забыла, что здесь еще кто-то живет А переехала сюда, потому что Фройлен Циске моя знакомая И можете не огорчаться, я вас не заставлю ждать Я буду умыться после вас, если хотите Ванна свободна Благодарю Ройлен Кистен, ванна свободна Хорошо И я в этом году больше не моюсь А вы меня не разыграли Сегодня ночью Новый год Кончается еще один декабрь И все надежды обращены к наступающему 1933 году Волшебство новогодней ночи охватило всех Даже участники движения пришли в движение Штурмфюрер Майзе Гайер сегодня опять на взводе, а? Он произнес его отречь Да, конечно Готовь простыню, чтобы вытирать слезы Осторожно Откуда вы знаете Майзе Гайера? Мы с ним земляки Чистокровное семейство Две великолепных сестрицы Раса Хайль Гитлер Хайль Гитлер Хайль Гитлер плюс мытье рук 50 феников, пожалуйста А, да На В будущем году все это изменится В уборную все равно придете Партийные соратники Партийные соратники Для нас Окончился еще один успешный год борьбы Прекратите эту дурацкую музыку Хватит Сейчас у нас есть Единственное большое Безумное решающее Главное желание Чтобы в 33-м году Нашему любимому фюреру удалось Стать фюрером в Великой Германии Хайль У кого тут телячья голова? У меня Субтитры сделал DimaTorzok Партийные соратники Да, пожалуйста Добрый вечер Вам что-нибудь угодно? Нет, я только думал Что если вы тоже одни Да, я совершенно одна Мы могли бы быть одни вместе И выпить вина Вина? Да, я и вы А может пунш? Хотите, я приготовлю? Тогда поторопитесь Скоро 12 А вы кого-то ждете? Нет Не жду больше Пойдемте ко мне Там есть балкон Уже? Желаю счастья С Новым Годом! С Новым Годом! Он будет счастливый Конечно Раз сначала счастливый С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! Звучит музыка. 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 Звучит музыка.